Ангелам-хранителям некогда отдыхать, ведь от них постоянно зависят чьи-то жизни. Даже в профессиональный праздник они передают навыки своим будущим коллегам, студентам медицинских вузов. Как правильно провести реанимационные действия или оказать психологическую помощь пострадавшим? Мастер-классы по этим важнейшим дисциплинам развернулись в белом фойе Дворца культуры Подмосковья. Специфика, естественно, это же помощь не в стенах, не на койке, не на операционном столе, а это помощь на обочине, в дороге, там, где человека постигло какое-то несчастье, это в домашних условиях. Это когда мы роды принимаем в машине или что-то еще. Очень много всяких особенностей. Мастер-классы по спасению жизни – это только часть большого мероприятия, посвященного Дню сотрудника скорой медицинской помощи. Его в стенах ДК Подмосковья отметили работники подмосковной скоропомощной станции. В этот вечер виновники торжества принимали слова благодарности и награды за самоотверженный и благородный труд. Начиная от диспетчеров, которые проводят часы, глядя в компьютеры, с телефонной трубкой, первые сталкиваются вообще с эмоциями, с болью пациентов, их родственников. И линейные бригады, которые приезжают первые на выезд, которые не знают, что их ждет. Мужество, смелость, знание, умение применить эти знания в экстремальной ситуации – это отличает докторов станции скорой медицинской помощи от каких-то других специалистов. Ваш труд, его тяжело, наверное, писать словами и тяжело оценить как-то, потому что действительно он бесценен. И спасибо вам большое за то, что вы выбрали такую профессию, что вы с этой профессией идете по жизни, и за то, что вы постоянно спасаете сотни, тысячи, миллионы человеческих жизней. Низкий вам поклон за это. Врачи, фельдшеры, водители – всего на базе Московской областной станции скорой медицинской помощи работает 650 бригад. От их слаженных действий напрямую зависят наши жизни. Поэтому руководители службы стараются обеспечить медиков всем необходимым. Скорой помощи очень много проблем. Это то, что очень трудно все сложить – быструю помощь и скорую помощь. Но, тем не менее, пока удается, мы складываем. Чем лучше у нас транспорт, чем лучше у нас водители, чем грамотнее у нас медицинские специалисты, тем больше хороших дел нам удается сделать. Врачам ли не знать, что положительные эмоции – отличное лекарство. Отвлечься от тяжелой работы медикам помогли звезды театра и кино Станислав Садальский и Ольга Богданова. Вместе с коллегами они преподнесли в подарок сотрудникам скорой помощи спектакль «Крик любви». Эта веселая и одновременно немного грустная история завершила праздничный вечер и помогла ангелам в белых халатах немного отдохнуть и насладиться искусством после непростых будней. Продолжение следует...